Парк Победы Парк Победы У нас такая традиция с внучкой. Мы уже много лет, 9 мая, приходим сюда в Парк Победы. Если мы видим ветеранов, мы вручаем им гвоздики, возлагаем к памятнику. Ну и вообще ощущение такого, знаете, праздника, радости от мирного неба, от того, что светит солнце, всегда ком в горле от присутствия вот здесь. День Победы – это священный праздник для всей России, который ни в коем случае нельзя забывать. Это наша память, история. В этот же день не такие масштабные, но столь же трогательные и важные акции памяти представители молодежных объединений организовали в других точках города. Волонтеры, бойцы студенческих отрядов, лидеры общественных организаций и, конечно же, поисковики возложили цветы к памятникам героям и к мемориалу на Старосеверном кладбище, где были похоронены 585 солдат и офицеров, умерших в омских госпиталях в военное время. Задача волонтеров Победы в первую очередь научить молодежь привлечь ребят к сохранению памяти, потому что если мы не будем знать своего прошлого, у нас не будет и будущего. Пока жива наша память, живы мы все, жив наш народ, потому что наши деды, наши прадеды стояли не на жизнь, а на смерть. На самом деле эти ужасные 1418 дней для того, чтобы нам подарить вот такое вот мирное голубое небо над головой, для того, чтобы мы все сейчас могли жить, для того, чтобы мы могли заводить семьи, могли создавать какие-то интересные проекты и заниматься тем, что нравится нам, а не тем, что нам навязано. Осталось мало людей. Я как бы сам тоже многого не знал. Я когда пришел в Омский монтажный техникум, узнал, что есть общественная приемная. Ну и сели, мне объяснили, нашли, рассказали. Был очень счастлив, был очень рад узнать о своем дедушке, что вот он герой, что много наград у него, что был командиром танка и воевал. Как бы память будет, и она останется. До детей, до своих будущих как бы это все донесу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok